На каникулах школьникам рекомендовано направить энергию на обучающие сайты, которые предлагают педагоги, по возможности соблюдать самоизоляцию и, чтобы избежать заражения коронавирусом, не собираться большими компаниями и не гулять по торговым центрам. Для того, чтобы этого не допустить, к середине недели правительством региона будут приняты распоряжения, которые получат все магазины. Мы с вами знаем, что школьники без присмотра зачастую собираются большими компаниями, ну такое не исключается, и не только в домашних условиях, но в том числе в фудкортах, торговых центрах и так далее. Я бы предложил на этот период рассмотреть дополнительные меры, да, как справедливо было уже сказано, по занятости детей в этот период, чтобы было чем заниматься, но и по недопуску вот таких компаний на территорию, представляющую опасность с точки зрения распространения инфекции. Главной темой оперштаба стала ситуация с лекарствами для лечения пневмонии и коронавируса в аптеках региона. В последнее время к губернатору поступало немало обращений от жителей, которые жаловались на отсутствие в аптеках отдельных видов препаратов. Чтобы обсудить проблему, Дмитрий Азаров пригласил на штаб руководителя аптечных сетей и напомнил им, что они не просто бизнесмены, а часть системы здравоохранения Самарской области несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Какие запасы, какие лимиты у вас по аптечной сети установлены, как будете обеспечивать свою главную функцию, а то, мне кажется, у нас многие аптеки забыли, что они не просто предприятия торговли, а что они включены, интегрированы в систему здравоохранения. И на них лежит ответственность, что все, что нужно для лечения человека, в аптеках было. Запасы у нас, препараты, которые для лечения германии и ковиды, есть. Они небольшие, но они есть. Мы работаем с уступщиками, с производителями. То, что как бы от нас зависит, мы все делаем. Сейчас у нас есть антибиотики, азитрамицинные, есть противовирусные препараты. Конечно, есть переводы тоже, которые от нас не зависят. Представители аптечных сетей пояснили, что причин дефицита две – ажиотажные спросы, новые правила по маркировке товаров. Сейчас маркировка стала иметь уведомительный характер, и ситуация наладилась. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, дефицит медикаментов спровоцировали и сами жители региона, многие из которых решили закупить медикаменты впрок. Из-за ажиотажа производители не успевают выпускать лекарства, поэтому в некоторых аптеках не было определенных препаратов. Эта проблема также на федеральном уровне, сейчас решается Минпромторгом и Министерством здравоохранения. Создана была специальная рабочая группа, когда выгружена вся информация по наличию препаратов, по производителям и потенциальным поставщикам. И эта информация распространена по всем регионам, в том числе по нашим. Чтобы не бегать по аптекам в поисках нужного лекарства, лучше проверить на сайте в интернете, в аптеке по какому адресу оно есть. Массово скупать противопростудные препараты не стоит, лечение антибиотиками должен назначать врач. Бесконтрольный прием таких препаратов может нанести вред здоровью. К тому же у любых лекарств есть срок хранения. Они могут испортиться дома в то время, как могли бы помочь больным, которые в них реально нуждаются. Сейчас ситуация в области нормализована, рассказали представители аптечных сетей. В наличии есть все лекарства, которые выписывают с COVID-19 из пневмонии. Причем в аптеках сформирован их запас на 45 дней. Коллеги, я вас попрошу за этим отдельно следить. Не забывать, что вы входите в систему здравоохранения, а не просто торговые сети. И ответственность ваша здесь колоссальная, колоссальная за жизнь и здоровье людей. Я хотел, чтобы вы об этом помнили. Мы готовы вас поддерживать, в том числе подключаться по работе с поставщиками, если необходимо. Но за вас мы работать не сможем. В стационарах области также будет сформирован резерв препаратов. На их закупку дополнительно направят более 250 миллионов рублей. Наращиваются и мощности скорой медицинской помощи. С 1 декабря в городе появится еще 10 бригад на станции. Их общее число составит 65. Кроме того, планируется перепрофилировать для лечения пациентов с COVID-19 до 700 коек дополнительно. Что не отразится на оказании помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми, острыми хирургическими и онкологическими заболеваниями. Виктория Шаре. События.